Новая реальность, в которой мы все оказались, заставляет искать ответы на вызовы времени. К опыту предыдущих поколений в непростые периоды человек начинает присматриваться внимательнее. Как правило, на передний план выходят философы и мыслители. В поле зрения театра театра, в частности, его экспериментальной лабораторией «Сцена молод», оказалось творчество Егора Летова. Музыкант, поэт и человек, который самостоятельность мышления, самообразование, интеллектуальную независимость, ценил выше конформистского комфорта. Премьера, которая так и называется «Летов», эволюционировала из эскиза в лаборатории молодой режиссуры и площадкой для показа стал концертный холл «Свобода». Егор взаимодействовал напрямую с реальностью, в которой, как мне кажется, видел абсурд. И ему было по этому поводу очень больно. Очень больно, очень неприятно, очень дискомфортно. И он, как бы, предлагал по этому поводу проораться. Все, что нельзя, можно здесь. Я просто очень люблю Егора Летова. В первую очередь, наверное, все-таки его поэзию. Идея абсолютного парадокса, да, которая как бы заключена в его просто тексте. В Перми я не в первый раз. И этот, этот повод сегодняшний мне сказал, Рамиль, приезжай чаще. Летов, Пермь, тусовка, классно, девушки красивые, красивые, которые очень много, да. Творческая среда. И на этом спектакле я был шокирован, во-первых, тем, что я увидел, как молодежь, которой нам в дети годится, так и людей, которые нам в отцы годятся. И это очень круто. Вот это меня очень порадовало. И Летов не панк, а он философ. К этому приходят немножко позже. Надо углубиться, послушать, понять, почувствовать. И потом ты поймешь, что это всего лишь верхняя часть, которая как у айсберга. Авторы премьеры считают, что задача проекта создать поле для дискуссии. Оригинальный прием может генерировать новые направления в развитии театра, привлечь новую аудиторию. Планируется, что у проекта будет продолжение серии постановок в духе ЖЗЛ. Полинриф, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова